Меня зовут Юрий Ковалёв. Я член-корреспондент Российской Академии Наук, руковожу лабораториями в физическом институте имени Лебедева и физтехе. Я астрофизик и изучаю далёкие галактики, совсем не похожие на нашу. Астрономы должны мечтать. Мы хотим разнести телескопы на расстояние больше, чем диаметр планеты Земля. Ведь они хотят увидеть то, чего ещё никто не видел. Такое разрешение позволило бы нам разглядеть с Земли монету в один российский рубль, лежащую на Луне. И если им это удаётся... Мы построили систему, которая фактически с расстояния Земля-Луна, 350 тысяч километров, доставляла громадный поток данных. Это становится настоящим открытием. Квазары оказались 10 раз ярче, чем нам обещали коллеги-теоретики. Юрий, астрономию, в принципе, считают такой достаточно отвлечённой от реальных проблем наукой. Ну, действительно, сидят такие астрофизики, наблюдают за звёздами, ничего особо не происходит. Вообще, это неправильное суждение? То есть к реальности эта наука имеет какое-то отношение? Ну, пара примеров. Во-первых, вы все пользуетесь вай-фаем, правда? Есть такое. Пожалуйста. Наш инженер, которому было лень под голландским дождём бегать к телескопам, забирать с них данные, реализовал первую версию вай-фая на нидерландском радиотелескопе, радиоинтерферометре, потом довёл её до ума, и сейчас вы все ею пользуетесь. Навигация. Сотни лет назад мореплаватели использовали полярную звезду. Сегодня такие, как я, мои коллеги, ежедневно наблюдают далёкие галактики, измеряют то, куда направлена ось вращения Земли, и благодаря этому могут работать системы глобального позиционирования. ГЛОНАСС, GPS. Часто задают вопрос, чем астрономы отличаются от астрофизиков. На самом деле вопрос достаточно непростой, поэтому обычно я пытаюсь уйти от ответа, рассказав известный анекдот. Если вы в самолёте сели рядом с соседом или соседкой, которая вам глубоко симпатична, и вы хотите, пусть будет с ней, продолжать диалог в течение всего полёта, тогда на вопрос о том, чем вы занимаетесь, вы ответите, что вы астроном. Если же вы хотите погрузиться в свои тяжёлые мысли или подготовить доклад на конференцию, который, конечно же, вы не доделали, тогда вы отвечаете, что вы астрофизика, спокойненько левите дальше. Главное отличие астрономов от астрофизиков, по словам Юрия, в том, что если первые наблюдают за движением космических объектов, то вторые пытаются понять, какие процессы происходят в космосе. Ковалёв – астрофизик и занимается изучением квазаров – мощных источников космического излучения. Их ещё называют «маяками Вселенной». Почему мне интересно изучать квазары? Дело в том, что это галактики, категорически не похожие на нашу. В центре нашей галактики находится относительно небольшая чёрная дыра, массой примерно 4 миллиона Солнц. В центрах квазаров находятся чёрные дыры в тысячу раз массивнее. Благодаря этому они собрали вокруг себя диски из пыли и газа. Эти диски под действием гравитации центральной чёрной дыры бросают на неё вещество. Примерно одна десятая часть той же самой чёрной дырой каким-то образом ускоряется до скоростей близкой скорости света. Вот эти узкие струи безумно быстро летящего вещества мы изучаем с Земли. К сожалению, наблюдения Вселенной с планеты Земля, с нашей родной планеты, ограничены многими факторами. Во-первых, есть атмосфера, которая мешает наблюдениям. Во-вторых, сам размер планеты Земля относительно невелик. И в случае, если мы хотим построить наиболее чёткое, наиболее детальное изображение далёких космических объектов, мы хотим разнести телескопы на расстояние больше, чем диаметр планеты Земля. Юрий, а почему вообще важно было разнести телескопы и вот как этого добиться? Как известно из курса школьной физики, чем больше размер зеркала телескопа, тем чётче изображение, которое телескоп восстанавливает. Есть такое? Да. Соответственно, астрономы придумали разбросать телескопы по планете Земля. И эти телескопы фактически стали кусочками гигантского зеркала размером с нашу планету. Более того, для того, чтобы строить ещё более чёткие изображения космических объектов, один из телескопов, радиоастрон, мы запустили в космос. Главная часть нашей обсерватории – самый крупный из когда-либо запущенных в космос 10-метровый радиотелескоп. Наблюдение у нас проходит следующим образом. Весь спутник, включая космический телескоп, да, космический телескоп, наводится на объект нашего интереса в космосе. Десятиметровое зеркало фокусирует радиоизлучение, приходящее от этого объекта, вот в этой точке. Здесь стоят наши усилители, и далее принятое и усиленное излучение, полученные научные данные, необходимо сбросить на Землю. Этим занимается специальная полутораметровая антенна. Идея отправить на орбиту большой радиотелескоп появилась в СССР в 80-х годах 20-го столетия. Но тогда воплотить в жизнь её не удалось. Проект с большими доработками был реализован уже в следующем, 21-м веке. Спутников сделали два. Пока один из них находился на орбите, другой на Земле использовали для моделирования нештатных ситуаций. Чтобы понять масштаб нашего спутника, достаточно взглянуть вот на это оборудование. Это только малая часть космической обсерватории. Это приёмники, которые стоят в фокусе нашего зеркала и усиливают принятый сигнал. Всего же спутник весит около 4,5 тонн. Он был запущен на орбиту вокруг Земли 18 июля 2011 года. И максимальное удаление от Земли на этой орбите составило примерно 350 тысяч километров. В результате проект «Радиоастрон» позволил нам исследовать объекты Вселенной с рекордным угловым разрешением. Это разрешение составило величину 10 микросекунд дуги. Переведём это на человеческий язык. Такое разрешение позволило бы нам разглядеть с Земли монету в один российский рубль, лежащую на Луне. Для того, чтобы добиться такого результата, инженерам и учёным нужно было решить чрезвычайно сложную задачу. Во-первых, было необходимо вывести большое 10-метровое зеркало. Специалисты ФИАН и НПУ Мнелавочкина придумали сложить его как цветок. Они его разделили на 27 лепестков. И в результате сложенный цветок поместился под головной обтекатель ракеты. Далее нужно было его вывести в космос, разгонным блоком поместить на целевую орбиту. И самое сложное, самое нервное, после громадной тряски запуска раскрыть этот цветок в 10-метровый космический радиотелескоп с точностью поверхности 1 мм. Обсерватория «Спектр-Радиоастрон» как самый большой в истории космический радиотелескоп попала в Книгу рекордов Гиннесса. Но одновременно она стала частью международной сети наблюдения за объектами в космосе. Руководителем научной программы этого эксперимента стал Юрий Ковалёв. Космический телескоп проработал на орбите 7,5 лет вместо запланированных трёх. Мы наблюдали далёкие квазары, центры нашей галактики, пульсары, области, где образовываются звёзды. Всего мы провели 4100 экспериментов. Юрий, вот я смотрю на вас, вы просто мега-позитивный человек. Вот такое отношение к жизни, оно мешает в карьере или наоборот помогает? Ну, если вы хотите, чтобы ваша карьера была длинная, и она заведомо всегда будет непростой и разнообразной, мне кажется, намного проще выжить и двигаться дальше, когда какие-то сложности вам встречаются по пути. Встречаются они постоянно. Конечно, если вы каждый успех, каждую хорошую новость встречаете как неожиданную и радостную, а плохую как? Ну, собственно, ну и ладно. Как дела у внучек? Ничего, спасибо. Пошли в школу. Всего хорошего. Хорошо. Значит, мне нужны... У вас как дела? Ну, нормально, нормально. Метает спутник? Не упал еще? Нет, спасибо. Как раз вот неделю назад коллеги проанализировали орбиту и сказали, что еще минимум 10 лет будет летать. Ну, слава богу. Для меня, как это не смешно звучит, поход на рынок в некотором смысле похож на работу в большом коллективе. Точно так же, как в большом коллективе ты доверяешь каждому, что он сделает лучшее для того, чтобы получился общий хороший результат, так же на рынке ты доверяешь всем этим людям, ты вначале принимаешь решение осознанное, основанное на твоем опыте, с кем ты на рынке взаимодействуешь, к кому ты приходишь, у кого ты покупаешь продукты, ты уверен, что они это сделают лучше тебя, лучше, чем то, что ты сделаешь, пойдя в магазин. Так же работают крупные научные проекты. Спасибо, да. Одной ложки мне будет достаточно. Спасибо вам большое. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо, хорошего дня. Спасибо. Счастливо, до свидания. Он всегда обдумывает свои действия на много шагов вперед. И каких-то вот необдуманных поступков я, наверное, вообще даже не могу припомнить от него. Для меня оказалось, что изменение сферы деятельности с одной на другой, но при этом с одной деятельности, где во многом занимаешься творчеством, выдумыванием чего-то нового, поиском чего-то нового, на другую аналогичную оказывается наиболее эффективным. Таким образом, вот мне удается наиболее эффективно отдохнуть. И в этом смысле готовка является как раз одним из таких очень эффективных методов. С одной стороны, заняться чем-то принципиально другим, с другой – все еще продолжать нагружать мозги вот этой вот творческой активностью. Приготовление вегетарианского плова с вешенками в этом смысле для Юрия сродни научному эксперименту, где сначала нужно поставить задачу, потом собрать необходимые для ее выполнения средства, а затем попробовать получить результат. Иногда, правда, итог эксперимента может отличаться от ожидаемого. Тот результат, который ты получаешь, то есть измерение каких-то параметров в результате научного эксперимента, и, соответственно, вкус, который ты получаешь в результате приготовления еды, они всегда разные. Ты можешь готовить этот плов, извешенный каждый день в течение месяца, у тебя будет немножечко разный вкус. Ты можешь проводить измерение яркости солнца каждый день в течение месяца, и, соответственно, у тебя будет разный результат. И это нормально. Юрий, вот те процессы, которые вы наблюдаете во Вселенной, это же, по сути, процессы, которые происходили миллиарды лет назад. Ну, просто потому, что объекты находятся на очень далеком расстоянии. А можно ли понять каким-то образом, что вот сейчас, в конкретную минуту, происходит во Вселенной? Ту сотню лет, которые мы изучаем, активно изучаем Вселенную, мы также неплохо разобрались в том, как эволюционируют космические объекты, звезды, галактики. Поэтому мы, ну, вот с точностью, наверное, лучше 90% можем предсказать, что с ними дальше будет происходить. Соответственно, мы можем сказать, что с ними происходит в настоящий момент времени, даже если они от нас находятся настолько далеко. Действительно, ведь мы практически с вами вместе поставили рекорд, да, с инженерами из ФИАН, из НПО, потому что построили систему, которая фактически с расстояния Земля-Луна, 350 тысяч километров, ну, доставляла громадный поток данных. Мурианты. Да, 128 мегабит в секунду, как бы, в общем, не шутка. Рекорд, о котором Юрий говорит со своим коллегой Анатолием Коваленко, был установлен в старейшей российской радиоастрономической обсерватории в Пущино. Огромный поток информации из космоса принимал один из ее телескопов, РТ-22. Все время, пока продолжался эксперимент, в любое время дня и ночи операторы на пульте управления были готовы к работе со спутником. Это азимут, это высота. Вот это высота. Да. А это? А это время. Вот. Я думал, что то ли четыре, то есть это звездное время, наверное, должно быть. Или декретное? Нет, это декретное время. А, это декретное, то есть это сейчас. Если говорить о Юрии Юрьевича Ковалеве, то он романтик очень даже. То есть это он человек подвижный, но очень, скажем так, дотошный и скрупулезный. Если он проблему смотрит, то он ее пытается охватить многопланово. Вот это вот у него такое хорошее качество, как астронома, астрофизика. Мы привыкли видеть звездное небо в видимом человеческому глазу диапазоне. Но если взглянуть на него в диапазоне радиоволн, то картина будет выглядеть совершенно иначе. Для наблюдения за радиоизлучением, приходящим к Земле из космоса, в Пущинской обсерватории были построены несколько телескопов, с помощью которых ученые могут наблюдать за объектами, которые невозможно обнаружить методами оптической астрономии – пульсарами, квазарами, радиогалактиками. Это атомные часы. Они идут точнее, чем самые хорошие наручные, как минимум в миллион раз. Для астрономов подобный агрегат крайне важен. Мы его используем для того, чтобы синхронизировать разные телескопы, которые одновременно наблюдают один и тот же космический объект. И именно это мы сделали в рамках проекта «Радиоастрон». Фактически мы построили гигантский виртуальный телескоп размером от Земли до Луны. Виртуальный телескоп, о котором говорит Юрий Ковалев, включал в себя 60 вполне реальных радиотелескопов, расположенных в разных странах мира. Объединить их вокруг единой задачи, по словам Юрия, было непросто, но тут ему помог собственный международный опыт. Прежде чем стать научным руководителем проекта «Радиоастрон», Ковалев успел поработать в Национальной радиоастрономической обсерватории в США и в Институте радиоастрономии общества Макса Планка в Германии. Уже первый год наблюдения радиоастрона нам показал, получаются выдающиеся научные результаты. Квазары оказались в 10 раз ярче, чем нам обещали коллеги-теоретики. Это означает, что и центральные машины, ускорители, в состоянии разогнать до скорости света не только электроны, но и массивные протоны. Наблюдения мертвых звезд нашей галактики, пульсаров, привели к неожиданному открытию нового эффекта рассеяния. И теперь этот эффект необходимо учитывать ученым при восстановлении изображения черной дыры в центре нашей галактики. Юрий, а вот те результаты, которые вы получили с помощью эксперимента радиоастрона, яркость квазаров, скопление космической пыли, это результаты, которые физики могут применять уже сейчас? Последние 100 лет общая теория относительности Эйнштейна в состоянии объяснить все, что мы наблюдаем, все наши результаты экспериментов. Однако ее нужно развивать дальше. И одна из надежд ученых связана с исследованием центра нашей галактики, того, что происходит в гигантском гравитационном поле центральной черной дыры нашей галактики. Так вот, результаты радиоастрона как раз и должны ученым позволить увидеть центр нашей галактики и, соответственно, проверить, а, возможно, мы надеемся и развить общую теорию относительности Эйнштейна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ух ты! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, накладывайте. Ммм, какой запах! Если Юрий астрофизик во втором поколении, его отец тоже занимается исследованием Вселенной, то его жена Галина, она в профессии астроном-теоретик, и вовсе уже в третьем. У нее астрономами были не только родители, но и бабушка с дедушкой. Их сын Матвей, по словам Юрия, практически родился в астрономической обсерватории. Матвей учится в школе и думает выбрать в будущем карьеру ученого. И, похоже, он уже понял, что в этой профессии самое главное. Вот как ты так придумываешь, так много разных научных задач? Вот ты же постоянно что-то новое придумываешь. Как тебе это удается? Это самая большая проблема. И что мне повезло? Мне повезло, что я осознал, мне объяснили, когда я был студентом, что самое сложное и самое крутое в науке – это не решить научную задачу, а поставить задачу новую. И практически, наверное, я настолько глубоко заложил в мозги вот эту цель, да, постоянно раздумывать о том, что еще можно было бы придумать интересного. Что вот со временем как-то это стало давать результат. У моего отца есть такая отличительная черта, как умение продумывать и аргументировать свою идею так, что ее очень сложно опровергнуть. Кажется, что эта идея самая правильная, что можно было вообще придумать. И я хотел бы тоже научиться так делать, так продумывать и аргументировать свои идеи. Ковалев считает, что современная астрономия далека от романтики. В ней больше прагматизма и логики. Галина придерживается не столь радикальной точки зрения. Все-таки, мне кажется, многие астрономы, вот они вот, вот эта вот перспектива, которая возникает, когда ты начинаешь думать о том, что ты изучаешь, как это далеко от нас, какие-то громадные расстояния, это чувство, оно как-то тебе помогает все-таки себя ощущать. Делать жизнь интересной. Все-таки астрономия – это реально одна из самых интересных наук. Вот, вот это слово действительно все используют точно. Ну а что, капричь? Насколько нам повезло, Она зрелищная. Насколько нам повезло, что мы занимаемся действительно интересным делом. Это правда. Юра всегда был очень яркий. То есть, если шла группа астрономов, то со всей очевидностью вот он выделялся, потому что он разговаривал громче, смеялся веселее. Вот. И в этом смысле он вообще не изменился, мне кажется. Он такой же яркий, такой же центральный, притягивает к себе внимание. Юрий, эксперимент «Радиоастрон» завершился успешно. Я так понимаю, что фактически он вывел наших российских астрофизиков на новую орбиту. А вообще, где место России вот в мировой науке? Я думаю, что оптимистично и не особо наврав будет правильно сказать, что Россия находится в первой десятке стран в мире по своим научным результатам в астрофизике. По каким-то направлениям мы лидеры, по каким-то в первой десятке. Ученые в последние годы научились ловить неуловимые элементарные частицы нейтрино сверхвысоких энергий. Вообще, через человека каждую секунду пролетают триллионы нейтрино. Подавляющее большинство из них значительно более низких энергий, и мы знаем, откуда они приходят. От Солнца. А вот те самые нейтрино сверхвысоких энергий приходят из далекого космоса. Однако, что это за объекты, которые умеют их рождать, было тайной. Исследование нейтрино – один из самых главных трендов в современной физике. Когда стало понятно, что нейтрино имеет массу, перед физиками возникла задача расширения стандартной модели, описывающей взаимодействие всех элементарных частиц. В разных странах появились нейтринные обсерватории. В них сверхчувствительные фотоумножители стали фиксировать момент взаимодействия нейтрино с атомами молекулы воды. Именно эту информацию Юрий Ковалев и его сотрудники решили использовать, чтобы выяснить, какие объекты во Вселенной могут быть источником этих частиц. Мы проанализировали направление, откуда были на Земле нашими коллегами зарегистрированы нейтрино сверхвысоких энергий. И оказалось, что именно в этих направлениях на небе расположены наиболее яркие квазары. Более того, моменты прихода этих нейтрино совпали со вспышками радиоизлучения, которые мы зарегистрировали с помощью российского радиотелескопа Ротан-600. На верхней карте серыми точками показаны все активные ядра галактик, Блазар из нашей полной выборки, все 3500 объектов. А синими кружками на ней же показаны 57 событий, которые продектировали детектирование нейтрино самой высокой энергии. Юрий старается научить своих аспирантов и студентов тому, чтобы они сами придумали подходы к решению каких-то задач, а не предлагая им готовые решения. В частности, у меня был такой опыт, я предложил более точный метод измерения некоторых расстояний в квазарах, чем до этого был реализован Юрием. И это его только обрадовало. Ковалев убежден, данные, которые удалось проанализировать в его лаборатории, неоспоримо свидетельствуют о том, что именно квазары являются источником пронизывающих пространство Вселенной нейтрино высоких энергий. А это значит, что в космосе стало на одну тайну меньше. Юра – это тот человек, который готов подхватить хорошую новую идею и довести ее до конца. Ковалев умеет разорядить обстановку. Юрий – человек сверхобязательный. Юра – это абсолютный позитив. Юрий, мне кажется, что астрофизика и астрономия – вот такая наука, где очень много вопросов. Есть ли перед вами какие-то научные задачи, гипотезы, которые бы обязательно хотелось подтвердить или опровергнуть? Юра – последние, ну, лет 10-20 коллеги вокруг меня. Да ладно, коллеги, дети в школе. Да ладно, дети в школе. Сценаристы в Голливуде. Все время носятся с кротовыми норами вот те самые пути в другие вселенные. Вот хочется разобраться, действительно, есть они или нет. Как сами норы, так и другие вселенные. День рождения. День рождения. Совать barn. Совать barn. Совать barn. Совер activation. Совать barn. Совать barn. Совать Legends. Общее духовное облачение. Основался пепληки.